Красивые, предприимчивые и самостоятельные. Тысячу успешных бизнесвумен на несколько дней объединил второй по счету форум деловых женщин, который проходит в Ульяновске. Заключительный день образовательного форума начался с делового завтрака в Ленинском мемориале. Женским лицом российского бизнеса позавтракал губернатор Сергей Морозов. Наперекор этой пока не очень комфортной весенней погоды мы можем с вами сформировать совершенно другую температуру. Как минимум в этом огромном культурно-научном центре. Мне очень приятно видеть, что наше мероприятие притягивает столько инициативных, активных, несомненно очень умных и творческих женщин. Причем не только из нашего региона, но и представительницы здесь ряда других городов и регионов Российской Федерации присутствуют. Ульяновская область одна из первых увидела в женском социальном предпринимательстве большой ресурс экономического и общественного развития страны в целом. Пионерами мы оказались и в части мер поддержки и реализации всевозможных проектов. Например, мама предприниматель или программы льготного финансирования под максимально низкий процент 5% годовых. Сергей Иванович Морозов был первым губернатором, который открыто поддержал проект в области женского предпринимательства лично. В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума на проекте по развитию женского предпринимательства Европы и арабских стран, который мы проводили совместно с Организацией объединенных наций по промышленному развитию ЮНИДа, также был представлен опыт Ульяновской области. В скором времени регион подключится к проекту федерального масштаба. Российская электронная площадка Global Rastrade запускает программу по обучению девушек, а замбизнеса с упором на цифровые навыки. Айти сектора цифровая экономика сейчас звучит как одно из основных направлений развития государственной политики в том числе. И здесь возможность рассказать девушкам о том, какие инструменты электронные в том числе сейчас есть цифровые. Это наша задача как бизнеса, который в этом секторе активно работает и представлен. В присутствии дам и главы регионов, фонд региональных социальных программ «Наше будущее», корпорации развития предпринимательства Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен объединить силы и направить их на поддержку начинающих или действующих социальных предпринимателей и их проекты. Уникальные проекты, связанные с реализацией их в социальных индустриях, в социальных бизнесе, в социальных направлениях, таких как образовательные услуги, такие как услуги, связанные с присмотром за детьми. Это услуги, связанные или проекты, связанные с производством детских вещей, товаров для детей, в сфере здравоохранения. И мы понимаем, что эти проекты аккумулируют в себе большое количество потенциала. В фойе Ленинского мемориала в третий день форума каждая представительница прекрасного пола могла презентовать всем собственное дело. Всего 20 площадок о красоте, моде, стиле, здоровье и бизнесе. Успешные предпринимательницы делились историями создания своих мастерских, ателье, школ, открыто говорили о взлетах и падениях в работе. Мы с мужем купили франшизу по изготовлению капкейков, тортиков на палочке. Это новый продукт, и у нас мы так обрадовались, конкуренции не было на нашем рынке. Но потом поняла, что новый продукт очень тяжело распространять, люди хотят больше торты, пирожны. Поэтому мы расширили свой ассортимент, и таким образом мы ушли в свою сферу деятельности. Участница форума Дарья Парилова в бизнес ушла из-за любви к музыке. Я по образованию музыкант, и также я мама двоих детей. Я была участницей проекта «Мама предпринимателя» ровно год назад. Меня там отметили с идеей о студии музыки для взрослых и детей. И где-то через два месяца после участия я открыла свою студию. В основном у нас уроки музыки, то есть мы обучаем игре на инструментах, вокалу. Финальным аккордом форума стала церемония награждения победительниц конкурса лучших женских предпринимательских проектов по итогам 2017 года. Победу в главной номинации «Устойчивое развитие» одержала жительница Ульяновска Гюзель Камалова. Женщина успешно стоит у руля семейного бизнеса уже больше 10 лет. Производство межкомнатных дверей в этом году мы отмечаем 20 лет, а производство мягкой мебели 4 года. Мы купили его готовый уже. Семейный бизнес был производством межкомнатных дверей. И я стала наследницей и тоже занималась, практически всегда помогала, начинала родителям своим. И теперь я управляю компанией. В номинации «Пишут о бизнесе» лучшим стал новостной информационный портал ulpravda.ru. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.